МРТ и КТ срочно. Томография на весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец в Серпухове» и «Общественная газета Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте! В эфире новости. В студии Рина Зайцева. Сегодня в выпуске главные темы. Спорт против террура. В Серпухове прошел юбилейный открытый турнир Кубок Серпуховского Кремля под дзюдо памяти Романа Катасонова. Байкеры официально закрыли мотосезон. Колонны проехали по улицам города. Спорт против террура. В преддверии дня города в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошел юбилейный 20-й открытый турнир Кубок Серпуховского Кремля под дзюдо памяти Романа Катасонова. Свыше 200 спортсменов из разных уголков нашей страны боролись за звание лучшего. На торжественном открытии соревнования вспоминали подвиг Серпуховича офицера управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России Романа Катасонова. Репортаж Кристины Маслобойщиковой. Кубок Серпуховского Кремля под дзюдо памяти Романа Катасонова – настоящий праздник не только для спортсменов, но и для всего городского округа. На открытом турнире почетные гости, среди которых мама офицера, управление «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ России Романа Катасонова – Лидия Борисовна. Семья не пропускает ни одно соревнование, посвященное их сыну. Роман – гордость для всех, поэтому слова благодарности за воспитание героя звучат множество раз. Хочу поблагодарить и сделать низкий поклон родителям Романа за то, что воспитали такого героя. Пока мы помним Романа, он живет. Большое спасибо организаторам соревнований, главе города Серпухов и также всем причастным к этому мероприятию. Для нас очень символично, что турнир по такому единоборству, как Дзюдо, носит в памяти нашего героя, сильного, как я уже сказал, человека, делом и духом. И в нашем понимании Дзюдо – тот вид спорта, который помогает вам, дорогие ребята, стать сильным внутренним, душевным и, конечно же, развиваться физическим. Право поднять флаг Российской Федерации по традиции предоставляется студентам Губернского колледжа, которые приехали к нам из Беслана. Кубку Серпуховского Кремля под Зюдо – 20 лет. За это время турнир воспитал большое количество спортсменов. С каждым годом участников становится больше, расширяется их география. Мы принимаем гостей со всей России. И, знаете, вот это вспоминая эти все годы, считаю, что мы на правильном пути были, что этот турнир у нас называется «Спорт против террора». Он так и остался у нас девизом таким. Поэтому это важно очень для ребят, для нашего поколения, ну и для будущего поколения, конечно же. Турнир по праву имеет честь называться всероссийским. Участие в соревнованиях 250 человек. Разные коллективы приехали с разных городов России. Больше всего представлено Центральный федеральный округ, также представлено Северокавказский, Южный федеральный округ. Ну, Уральского федерального округа не присутствует, потому что далеко, видать, ехать так, а все присутствуют здесь, основные. Каждый год сюда приезжаем, соревнования очень хорошего уровня, хорошие призы, хорошие спортсмены приезжают с очень многих и городов, и областей. Ребята все достойные, поэтому есть с кем бороться. Соответственно, патриотические соревнования, считаю, очень важными, чтобы ребята, во-первых, развивались, понимали. Поединки по три минуты, 62 человека на каждом татаме, 6 часов беспрерывной борьбы. На кону звание Лушева, а еще ценные призы, среди которых смартфоны, спортивный инвентарь и велосипеды. На турнире ребята готовы выложиться по максимуму. Они здесь только для победы. Сегодня я рассчитываю на первое место. Очень сложно довольно-таки, потому что ты не знаешь, какие соперники будут. Они могут быть сильнее тебя, могут быть слабее. Там техничный нет. За 7 лет я добился улучшенной техники, стал намного сильнее. В торжественном мероприятии также приняли участие заместители главы городского округа Серпухов, председатель контрольно-счетной палаты, благочины Серпуховского церковного округа, депутаты городского совета. За спорт, за добро на спортивной базе «Красные крылья» состоялся благотворительный забег «Серпуховская гонка» в поддержку участников СВО. Более 50 участников преодолели непростые препятствия. «Серпуховская гонка» – это команда уникальная. В ней только девушки, спортсменки и красавицы с большим сердцем. У меня брат на СВО, и меня таким образом хотелось бы поддержать. И мы взяли, собрались поддержки. Серпуховские гонки появились сравнительно недавно, но успели завоевать большую популярность как среди любителей, так и профессионалов. Поучаствовав в забеге по пересеченной местности с препятствиями, с каждым годом становится все больше желающих. «Заставляем максимально спортсменов проникнуться гонкой, поглубиться в наши ручьи, в нашу, так сказать, естественную среду. Это все продумано с физиологической точки зрения, биохимических процессов. Когда необходимо загрузить одну или иную группу мышц, это природные форматы, это бревна, это баллоны какие-то, которые у нас существуют, это ручьи, это всевозможные естественные препятствия, ничего искусственного здесь не существует». Участникам предстояло преодолеть дистанцию 5 километров и непростые препятствия. Перенос автопокрышек и бревен, мельницу, мышеловку, паутину и многие другие. Главное – быть готовым ко всему. «Серпуховская гонка – это нелегкая прогулка. Перечисление препятствий уже говорит о том, что забег экстремальный, а эмоции у участников зашкаливают». Их тактика – на все смотреть с юмором, что бы ни случилось. Команда авантюристы приехала на гонки прежде всего за хорошим настроением. «Большинство из города, у нас есть еще банда 1, банда 2, и мы хотим бежать все вместе, все 15 человек, чтобы получить качественные, красивые фотографии и незабываемый сюжет. На видео буду все снимать. Я каждый раз себя уговариваю, что потом пойду куда-нибудь вкусно покушаю. Так что настрой замечательный. У вас как настрой? Все, мы все бодры, позитивны». В таких испытаниях главное – взаимовыручка и командный дух. В гонках этого достаточно. Если у кого-то не получается преодолеть препятствия, товарищи обязательно помогут. «Ощущения просто поразительные, если честно. Эти спуски, подъемы долго останутся у нас в памяти. Все началось с первого, с шин, потом второе ушли по пояс грязь и так далее. Подъемы начались очень эмоционально. Кричал, подбадривал, гнал их, играл маячком, подбадривал». Каждый решал сам, для чего он проходил эти испытания. Просто попробовать себя передвигать в относительно спокойном темпе или же на результат, выкладываясь на полную. По итогам медали за третье место у команды «Вольный стиль». Серебро у «Безумных рысей». А первое место забрала команда «Смельчаки». Но именно сегодня был важен не столько результат, сколько сама цель соревнований – сбор средств в поддержку участников СВО. Мы сейчас хотим передать ребятам большой привет. Бережете, охраняйте, поддерживайте. Защищайте. Защищайте, в первую очередь. Давайте, в ваша теперь очередь. Девчонки, передаю я вам слово. Юлия Бердыкаева. Сил, духа и уверенности. Удачи, терпения. Все вас любят и ждут. Победили наши деды, победим и мы. И наши дети будут жить в мире, в нашем мире. Мы продолжаем жить с лозунгом «Победа будет за нами». Повторяюсь, враг будет разбит, победа будет за нами. Ура! Организаторы соревнований – Управление молодежной политики, физической культуры и спорта. Спортшкола «Зубрёнок» и Федерация смешанных единоборств ММА. Большая команда единомышленников показала, что благотворительный забег – доказательство того, что вместе мы – сила. Гуманитарный груз в ближайшее время будет доставлен на передовую. Открытые городские соревнования по экстремальным видам спорта прошли в Серпухове. Райдеры исполнили свои трюки на новой скейт-площадке в Комсомольском парке. Бордслайд по перилам. Фронтсайдхилл через склонку. Заднее сальто. Каждый трюк отточен до мелочей. Время заезда – одна минута. За эти 60 секунд участники городских соревнований по экстремальным видам спорта выложились на площадки в Комсомольском парке на все 100%. Павел Олейник сломал не одну сотню досок для скейтборда и набил немало синяков, прежде чем стать профессионалом. Когда я прикатывался к этому парку, постепенно вроде что-то шло, но потом, когда немножко мышцы зажались, уже такое напряжение, перестал получаться 360, вот мой трюк. А в основном все пошло как надо. На новой скейтплощадке собралось почти 30 участников из Серпухова, Чехова, Москвы и других городов региона. Им от 10 лет и старше. Я первый раз участвую в соревнованиях и мне не страшно. На самокате устойчиво кататься. Открытые городские соревнования приурочены к 685-летию Серпуховой открытию новой скейтплощадки в Комсомольском парке. Прекрасно, выполнено достаточно качественно, хорошо. Все участники соревнований и не только, вполне довольны. Оценили площадку и катаются здесь каждый день до позднего часа. Поэтому площадка выполнена замечательно, считаю. На стадионе Трут там тоже есть бетонный скейтпарк, который тоже соответствует всем требованиям безопасности и является тоже безопасным и комфортным для катания юных райдеров. По итогам соревнований участникам вручили памятные подарки от администрации городского округа и спонсоров. Осень в Серпухове встретили творческие, прикоснувшись к миру искусства. В парке имени Олега Степанова, который стал участником общеобластного праздника «Живописный парк», можно было познакомиться с картинами 11 художников. Увидеть фотографии с пейзажами родного города, отведать ароматного чая с вареньем и ощутить себя творческой личностью. Участвуя в мастер-классах, подробнее в репортаже Маргарита Кирикович. И слова из Евгения Онегина «Шипел вечерний самовар, китайский чайник Сагарюая» стали мотивом нашей выставки. Екатерина Коваленко, серпуховская художница, очень точно нашла определение выставки «Чаепитие в городском саду», которая бесспорно стала главным событием общеобластного праздника «Живописный парк». «Чаепитие – это всегда про тепло, про добрые отношения, про диалог. И здесь сейчас так и получился у нас диалог художников со зрителями. Приглашаем всех посмотреть работы, попить чайку с нами, послушать музыку». А посмотреть было на что. В выставке приняли участие 11 художников из Москвы, Калуги, Тарусы, Мариуполя и даже Якутии. Свои работы они готовили к этому дню все лето. Приехали в наш город еще и для того, чтобы поучаствовать в пленере серпухов глазами художников. «Серпухов, он тоже разный, но художники же умеют видеть красоту. Там, где другим кажется, что что-то обычное, я, например, приехала и стала бродить по улицам. И серпухов открылся, и серпухов принял, и серпухов был таким прекрасным». На картинах много цветов, которые местные жители выращивают у своих домов, а фотохудожники свои произведения посвятили в основном старым улочкам и храмам Серпухова. «Излюбленное место Высоцкого монастыря – собор Никола Белого, Соборная гора, снята с Тульской улицы. У Нары плотина, либо с обратной стороны Высоцкого монастыря. Ну вот радиус такой, типа кольца, как золотое кольцо, только на серпухов. «Мне нравится старый серпухов тем, что здесь очень много архитектуры старинной. И то, что когда-то было разрушено, сейчас это все восстанавливают. И восстанавливают такими темпами, что раз придешь на то место, которое фотографировал 8 лет назад, а его уже отреставрировали». Можно было в этот день проявить и свои творческие способности, поучаствовав, например, в мастер-классе «Мир живописи» от Елены Герасимовой. «Символ богатства, свободы. Я не знаю, у каждого для всех свое ассоциации. Мам, маяк – это, ну, наверное, может быть, кому-то ожидание, может быть, кому-то надежда». Желающих нарисовать свой маяк было немало. В основном к миру искусства по-прежнему больше тянутся представительницы прекрасного пола. «Пришла с мамой и с тетей. Мы готовимся к Дню города, хотим посетить музей». Живописный парк стал событием в культурной жизни округа. У многих, особенно у юных его жителей, появилось желание накануне юбилея родного города побывать в музеях, чтобы побольше узнать об истории своей малой родины. В Серпухове байкеры официально закрыли мотосезон. Колонны проехали по улицам города. На последнюю в этом году большую встречу приехали все участники клуба «Ночные волки». Несмотря на грозное название, все участники клуба «Ночные волки» – это люди миролюбивые и позитивные. Среди поклонников мотоциклов и байкеры со стажем, и совсем юные мотоциклисты. «Вместе с папой приехала сюда заканчивать сезон. Я хочу, чтобы, когда я вырастла, у меня был свой мотоцикл». «Сегодня происходит закрытие мотосезона, встреча друзей, встреча единомышленников, встреча тех, кого только привели в компанию к нам. Поэтому здесь встречается такая семья для того, чтобы закрыть мотосезон». Байкеры провели последнее в этом году собрание под Соборной горой, вновь ставшее отправной точкой для закрытия мотосезона. «У нас традиционно в городе есть вот эта поляна. Здесь очень удобно. Центр города, много соборов, красивое место. Здесь собираемся». Собрать в одном месте все братство – главная задача для клуба. Это не только возможность укрепить связи между байкерами, но и создать атмосферу единства и взаимопомощи. Все участники чувствовали себя частью большого и дружного сообщества. «Тут вопрос не в том, что в каких-то нашивках или нет. Вопрос в том, что здесь собираются мотоциклисты всех рангов, всех классов мотоциклов. Можно пообщаться, что-то новое узнать, новых знакомых. Так что это просто дружеская встреча. Слава Богу, что меняется в лучшую сторону в плане того, что нас поддерживает ГИБДД. Это приятно, когда идет более культура на дорогах, безопасность в первую очередь. Потому что, не дай бог, какая ситуация может привести. Все-таки колонна идет. И поддержка ГИБДД очень приятна, что нас город поддержит в этом вопросе». В полдень колонна «Ночных волков» начала свой маршрут. Сигналы мотоциклетных гудков прозвучали как сигнал старту, и байки вместе устремились в полет по улицам Серпухова. Лидируя колонну, опытные байкеры обеспечили безопасность и порядок на протяжении всего заезда. Мероприятие подчеркнуло важность мотоцикла не только как средство передвижения, но и как символ свободы и важности байкерского сообщества. Всего через пару недель все любители двухколесного транспорта оставят своих железных коней уже до весны. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Напоминаем, что на Рутубе ВК-видео мы тоже есть. Вам доброго. До встречи в эфире. Приложение «Живика» по промокоду «Живика». Сравните цены и выберите аптеку «Живика» на Ворошилово 241. Далее прогноз погоды. Приложение «Живика» по промокоду «Живика». Низкие цены на лекарства. Весь сентябрь в аптеке «Живика» на Ворошилово 241. Магне Б6 – 569 рублей. Пенталгин – 169 рублей. А также 500 рублей бонусами за покупку через сайт или приложение «Живика» по промокоду «Живика». Сравните цены и выберите аптеку «Живика» на Ворошилово 241. Продолжение следует.